добрый вечер дорогие друзья наконец-таки настала пора американских квал на турнир galaxy battles и встречается наконец-таки в первом матче midas elite club и elite pools что же на протяжении всего дня проходили квала в европе и парочку команд уже смогли себя проявить посмотрим чем же смогут себя показать возможно даже удивить команды из америки да к сожалению сегодня не получится увидеть все матчи не получится посмотреть достаточно большом количестве доту и конечно же я бы не сказал что мы с вами увидим лучшие матчи но тем не менее смотрим то что есть однозначно кто-то будет хорошая все-таки команды в америке сейчас поднимают свой уровень и однозначно могут показать себя по полной тем более что для данных команд которые по большей части остались квалах на данный турнир это один из последних шансов закрепиться на можно сказать довольно таки стоящим турнире перед квалами на интернешнл и поэтому командам стоит побороться за данную возможность эти команды уже бились на турнир битвынтешнл который собственно для вас я тоже комментировал от студии сиси и соответственно неплохо себя приняли команда элит волс команда midas elite club но однако далеко не пробраться не смогли в плей-оффе а вот следующая встреча который будет ожидать после этой игры это элит волс против инфеймус там соответственно инфеймус уже скажем так более значимую команду в данном регионе и если говорить про прошлый турнир битвынтешнл то соответственно там инфеймус заняли третье место проиграв комплексти которые заняли второе соответственно место и данный турнир уже не участвует потому что если не ошибаюсь они будут участвовать в другом турнире который будет проходить в это же время ну и что касается игры давайте-ка потихонечку всматриваться что же интересным приготовили команды по пикам от лид волс мы уже можем заметить что появился он не на это швиду шаман пак и от midas club это кристо майдан и цен кинг да для многим огорчение стало что такого частично слабый герой потому что цм к таким не является по моему мнению и процент пика скажем так в большом количестве цемки однозначно сказывается на этом и можно отметить что хоть цемку еще больше порезали в плане движения теперь она скажем так проносится по карте не 280 саму спидом а сегодня 275 если не ошибаюсь это официально самый медленный герой сам начале с чем собственно можно сказать поздравляем цемку но можно сказать что поздравить ты и не с чем да что касается банов то довольно таки я бы сказал очевидные в некотором плане баны по крайне варлок и darksir не то чтобы им балластные герои в данной мете но однозначно они могут сыграть большущую роль в любой стадии игры darksir может поначалу довольно таки сильно давить а выйти как его одна стяжка и какая-нибудь комбинация с героем типа слордары или лин или еще кем-либо то вообще может быть решающий да и варлок сам по себе прекрасно понимаете кроме то что он хилит или дамажит вторым спеллом своим соответственно его банды очень много решают распределяя урон по нескольким героям ну и соответственно конечно же его ультимейт големы которые не мало того что дают стан так еще и големы ходят немало дают дэмиджа ну и соответственно талант от варлока который уж больно безумный такой после смерти чтобы вылетал голем согласитесь это довольно таки необычно и тоже отыгрывает в этом плане свою роль эффектно потому что такого варлока убивать даже как и не хочется при этом еще появился у литвус андаин до андаинг мне как-то не особо-то видится в числе павлян героев все-таки андаинг в числе тех же героев саппортах или хардлайнеров однозначно можно найти лучший герой который будет более может быть и агрессивным и полезным и он сможет больше получить потому что андаинг это не тот герой который может быстро фармить этот не тот герой который может быстро убивать да он очень полезен по сути в драках и стояние на линиях все-таки у него икеи довольно таки очень здесь скажем так работоспособные мы соответственно конечно тамба тамба конечно может сильно прорешать файты особенно если поставить хайграна там где ее не сломают то она может быть очень и очень эффектно в этом плане но пока мне складывается впечатление что миддосклаб более такой агрессивный и более такой яркий пик элит вулфс конечно тоже придется сосредоточиться на агрессии потому что явно это не пуши если конечно не говорить про змеек шайдо шамана то которые которые конечно будут помогать пуши но судя по банам не хотят ведь не инвокеры не легионку не отдэ и некропс команды я так считаю это верно потому что инвокер как я люблю часто говорить заходит в любую игру и может порешать соответственно в любой момент что касается легионки то ее пресс-в атак который конечно существенно может порешать в определенный момент это все таки способность который снимает дебафы в первую очередь а уже потом добавлять тебе скорости атаки и соответственно муспида вот допустим против того же расту это был бы очень и очень скажем так дезиспособным ну и конечно же бан бристлбека тоже здесь обусловлен тем что по сути этого миддосклаб убивать то бристлбека тем нечего он был бы все-таки скинг цемка и нынешняя имбер это сплошная магия и был конечно магии да это фируш то что может убивать брестлбека но если бы со спиной и без разницы что вы убьете магия что физикой он будет сопротивляться и скорее вы быстрее умрете чем вы своей магии добьетесь того чтобы убьете данного героя опа а вот это мне нравится а вот это я люблю когда появляются всякие герои типа и ник или магнусы потому что их вот им это могут просто порешать любой момент а с учетом того что это энигма и мало того что магнусу сложнее перевернуть один в пять игру а вот этот герой он способен на это поэтому если вы видите энигму и вы идете один просто в трон я не знаю там и к ваш тему это уже подходит не стоите рядом с ним потому что энигма вас может просто сосать блокколом своей розочкой и медает пульс соответственно розочкой называется доте и тут запросто уже можете проморгать свое счастье свои минуты славы скажем так вы будете отделены от победы каким-то мгновением а тут неожиданно бухол и до свидания как говорится господа ничего уже здесь не поделайте и оказываетесь вы на том свете уже или собственно как говорится в таверне да бог это думаю на этой сцене пиков мы задержаться не будем сразу перейдем к игре как только игроки распределяться кто знаком играет и там по ходу уже будем смотреть кто же окажется сильнее пока одно точно ясно элит вулс будут играть за стороны дайер и мид и склаб будут со стороны рейдиант в этом плане конечно что-либо придумывать определенно не надо да это первый матч на квалификациях америки данного турнира но тем не менее какая-либо статистика на данном турнире уже присутствует ее можно выйдет из европы да конечно это два разных регионы и стиль игры опять-таки разный и определенную сказать что-либо нельзя но что-то определенное интересно выделить все-таки я могу это все-таки частота пика тролля того же джакира дарксира квапы и нюкс ассасин вот это самый популярный в плане пиков героя но самое интересное что рубик имеет 4 игры недалеко отставая от тех игрок которых я уже перечислил единственно имеет 100% финрейт в этой в европе что скажет нам америка мы с вами увидим по ходу игры на небольшая пауза для того чтобы все спокойно погрузились все свои неполадки скажем так проверили и будут готовы команды сию минуту начать заветный матч напоминаю что на данной стадии команды играют матчи был один соответственно до одной победы нет засыпать то еще рановато еще только чуть больше 11 часов на моих часах я так думаю как и по многим те кто следят по московскому времени ну и соответственно мы бодры и готовы следить за американской датой опять-таки повторюсь к сожалению лишь два матча мы с вами увидим второй будет элит волос инфеймос но в любом случае я так думаю игроки нам смогут показать нечто особенное допустим него я люблю и очень уважаю данного герой но опять-таки не часто удается его вид да спасибо спасибо за пожелание что же расстановка по линиям я так думаю более менее понятно ничего особого команда не собирается здесь придумывать на миду будут стоять эмбер и пак на боте цемка санкинг и вивер будут противостоять он мне найт вон оно что возможно также будут стоять вместе с андайнгом на линии до андайнг с омником довольно таки интересный дуэт вообще целом в доте потому что давно уже такую связочку не видели а ведь раньше она была довольно таки популярной это замедло и это атомника за счет его диген аура и за счет там были андайнг и там попросту вы уйти не сможете так вот это интересно то что выход в мид отрасты спина на эмбера но тем не менее он все-таки с молниями а не с шейклом поэтому у эмбера все шансы отсюда уйти но очень грамотный очень грамотным было решение паком арбой снести мгновенно просто эмберу щит и тот пока пропускает здесь крипочков но я бы не сказал что в обильном количестве потому что как я погляжу все крипы в данное целом там и собственно последний линия на топе тимбер будет сражаться с и ник мы в праве кто же сможет больше здесь зафармить крипов в этом преуспеть могут как одни так и вторые у одного есть и планы у второго есть свои способности в виде тимбер чейна пассивочки который дает и армор и регент здоровья поэтому прям однозначно сказать кто из них выиграет линии пока не особо то и можно сказать но судя по второй минуте можно одно точно выделить по крепстату пока в целом-то на все карте выделяется пак ими 12-3 сам начали это явно и уже преимущество для него с учетом того как гонять бедного эмбера то я боюсь тут и ферстблат не за горами но если бы пак вот попал сам сейчас то боюсь эмбер бы уже откинулся и правился в таверму будет ли нам быть организоваться выход на умни на это все таки он получил вторую леву пока не прокачал репейл но однозначно шансы забрать его здесь имеются имеется все таки из-под подстана из подстана ломник не успеет на себя кинуть репейл но все-таки на первых лавалах однозначно не получится продержать столько в стане ломника чтобы он не смог не захилиться не кинуть репейл поэтому неплохие шансы сейчас есть забрать съемку все-таки замедло хохох с омником с там бой приличный и того самого героя цемочки который может пит очень-очень сильно порезали шансов очень-очень мало отсюда и в соответствии как бат организовывают элит волкс до команда к сожалению не поставили теги своим но хотя бы видно по флажкам и будем по ним ориентироваться кто с какой стороны находится будем не забывать об этом ой-ой-ой-ой тут начинается конечно нагнетание со стороны омни найта и анданька они получают свои заветные лавала со временем появится у обоих арканы и вот это уже начнется конечно полнейший экшен здесь потому что вы прекрасно понимаете что если эти оба героя будут иметь арканы то это будет просто нескончаемое количество скиллов которые будут прилетать не только вивер но и санкингу а с учет того что он ммм сам по себе герой это который основной требует иметь силу то против анданга это конечно может сыграть ему ммм конечно явно не на шутку ммм 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 а следом за этим попить шрань но тут главное было не откинуться от кентавра и эмберу нужно аккуратненько проходить минус спауна который фармится эмка вдруг крипы саграясь на него а там глядишь эти 8 хп пройтились бы в ноль опа 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 не обратили внимание и нигму делают фракт на следов шамане который явно нагло шел за нигмой дабы украсть возможную руну а тут может быть и даже просто чтобы помешать фармить им но и нигма нигма конечно с такое не прощает она может запросто ответить я подумал что может быть и нигму уже получил двух и использую его в росту но не тут тут то было лишь 5 левел и до 6 совсем ничего остается да эбер конечно проблемы в миду будут преследовать я так думаю как минимум до 10 минут и потому что пак уже имеет 6 левел в общем не прыгнуть до эмбер спиритом все таки есть дремкоил есть сало и можно можно и нужно забирать этого эмбера но крипы и крипы очень удачно подбочили и папка и эмбер все-таки смог отсюда идти но ботал пустой ботал обуздать надо было бы до курьер все еще на бот линии появился сурень комика и раз то вовремя вовремя выходит но уже далековато далековато отбежал вивер уже имеется держат у сеточки шедо шаман и неплохой неплохой дамаж заходит однако по виверу заходите заходят хиловника и такими этапами конечно виверу здесь на линии одному будет очень и очень сложно пирификации это демидж а проказ который вместе с антонинг и шедо шаман выносит это довольно таки тоже приличный демидж что же со временем пак вывезет свой дискорд еще немного постоит здесь на миду и отправится гангать на линии возможно к тому времени он успеет забрать эмбер спирита однако у того уже появились ремнанты и я боюсь он уже не позволит себе умереть здесь на миду хотя парочку раз пак тоже он должен был оформлять этот этого героя скажем так и отправлять денежки заветный в карман ну чтож вроде как паузу уже готовы снять Team Elite Wolves и мы готовы следить за продолжением данной карты на затянусь к сожалению игры на Европе и никак мы не можем перенести свой стиль на Dota2.ru и дамы пришло больше народу но будем пока довольствовать тем что есть так вот он вот он глыкпол первый который дается в тимбера но хватит ли дэмэж на все таки 4 в 4 однозначно нужно хватить да тут и жучки и виверы и цм к приморозью под коп санкинга да безусловно это фраг должны были делать на тимбере и самое главное очень вовремя до поименее куда все таки уже больше половины ммм про касты составляющей является у мидас клаб и поэтому как только тимбера соберет свой худ и прокачает пассивочку на четверочку то однозначно у него будет намного больше шансов в плане того чтобы ммм обороняться скажем так что ли от мидас клаб но собственно вот он дискорд на паке и может организоваться спокойно в мид выход на эверсбирица собственно что и делаем пак и раста и с дискордом этот фраг на эмбере организовывается довольно таки просто да сюда и пришел конечно он дайк но этот он дайк так уж чисто для перестраховки подбежал сюда прожил парочку дикеев и мог раздать маны конечно паку с растой но у одного имеется стики у другой же отправился попросту на базу что тоже верно не сказал бы что здесь особо то одна из команд может себя проявить по полной в плане того что агрессия в начале конечно присутствует с обеих сторон но счет 2-2 к 9 минуте конечно мог и должен обещать было больше по крайней мере я ожидал что фрагов будет побольше да конечно мидас клаб будут завязаны на том чтобы использовать свои ультимейты в масс файтах это все таки был холод эпицентр тоже про косы емки но у ее успевать что это же здесь таймлапс вивер пытается выживать но у меня отсюда явно уже не не уйдет хотел сказать но все таки это бы аут умудрился он совершить а вот андайн мистоверно уже наблюдает как его команда продолжает драться и шедо шаман пытается здесь сражаться против цемки и эмбер спирита но против горящего щита эмбер спирита у такого героя как раз шансов маловато да инигма уже с цемочкой запросто разделяется этот фарм ну и вы сами прекрасно видели как эталоны инигмы здесь просто изничтожили там буландайинга не позволив ей толком то и создать зомбаков единственный по моему кто справляется пока что без косяков и без особо то запросов тиммейтов это тимбер и пак хотя тимбера конечно забрали четвером гонганули но он явно чувствует себя как рыбу в воде как собственный пак который имеет дискорд и уже себе везет ботл а там глядишь и домидас или юла или еще лучше блиндайкера совсем недалеко будет еще одной раз находит андайн инвиз и вивера здесь могут быть такие уж и немаленькие проблемы в счет того что раз находится поблизости и этот дабла уже превратился в триплу то вивер здесь может не так уж хилл стрять интересный момент что умнинает собирается больше в кора чем в какой-либо здесь саппорта но все таки имеется у него ПТ имеет суринг но суринг это обычная тема для унинайта я так думаю любой герой который имеет хилл больше чем 150 соберется в суринг дабы рационально использовать его как в файте так и в целом для стояния на линии такие герои как бэйн и в некотором роде оракул хотя на оракуле я бы не сказал что это особо-то действующий скил и не особо он полезный но однако все равно бывает что можно заметить его на таком герое да ну собственно вот он второй был холл второй раз он дает снова в тимбер сау но он дайку и как желательно здесь приседать все таки не сонг кингом и цемочка это не такие же слабые герои но и снова зачем теперь смертью стать ондайн тамбу и отлетает таверна и не стоит конечно стать тамбу тем больше что она первого лэла и здесь поблизости находился унингг который только что забрала перед собой тимбера в этом плане конечно дайвинг лишний раз только фильм подумал-подумал тимбер я так понимаю и решил не покупать себе худ хотя я так думаю это скажется конечно на его игре с учет того что уже вторая смерть но хоть и не находится он на первой строчке тп над варсом ё-моё ух улетает конечно за шаду шамана пытался он здесь пушить линию но дремковый пак сиженом за смерть шаду шаманы Сибир спирт пытается отсюда уйти но щит его здесь явно не спасает ультимейт ремки ой и как же он хорошо здесь заходит в итоге минус 4 сделать мидас клаб на ровном месте я так думаю никто не мог не ожидать здесь такого переворота все таки вроде как все хорошо было и у пака и у тимбера и они могли спокойно здесь справляться с командами дисклаб да тимбер конечно здесь не хватает потому что он не приходит пока к сантимейт он пытается выходить бутстоун что явно отражается на его команде потому что счет уже 10-3 и это агрессивные дабл а превратившиеся в триплу а в итоге уже развалившуюся триплу я бы сказал потому что он отправляется этих героев уже потихонечку в сольное плавание с учетом того что он их пытается выформить мидас а анданг с заразом умирает то на одной линии то на другой то здесь определенно большие проблемы у элитвуз элитвуз и им нужно что-то здесь сделать уже возможно ждут определенных артефактов типа бутсона на тимбере бэндаггера на паке но пока пак прикупив дискорд как я думал не отправился на ганги не отправился скажем так с вариантом с тем чтобы помочь с антимейтом разобраться на других линиях с корами нет он остался на миду попытался забрать эмбера эмбера конечно забрали но при этом потеряв себя и четырех героев да но омника конечно здесь забрать можно было но опять таки нужно было бы блэхо потому что этот репейл который имеется у омника пробить попросту нечем кроме блокхола я думаю нигма бы и не пожалел бы и потратил бы блокхол в него но вы прекрасно видели что он был в кд довольно интересный вариант сборки у нас организовывает нигма это некоторым вроде по стандарту прикупил арканы дабы больше фармить и не уходить чаще на базу прикупил себе и медас для быстрейшего фарма и готовить некоторым вроде ну все таки да это наверное лучший вариант для энигмы все таки мека мало того что поможет тебе и твоим тиммайтерам но из нее можно прекрасный артефак агрессы собрать а против пока она явно будет и надеюсь еще в этом плане ой 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 по-моему просто заманили заманили пойти за эмбер спиритом но пока что он уходит на тимбер чень так идёт за ним погони но слишком долго на нём висит джук и армора уже прилично снял ну конечно же для вивера это не является проблемой определенный вивер соберет будущем линку но пока решил притормозить решил прикупить себе драгон лэнс вопрос правильно ли это или нет узнаем чуть попозже к кому удивлению андарик с ростой уже начинает уступать цель вроде бы как чуть-чуть понерфли да ну героя но все равно играет он свою роль и все таки ее приморозка эфросбайт ее пассивочка очень и очень сильно решает но вот наконец таки пак приобретя блин даггер с дискордом начинает гангать вражеские линии и в этот раз нашли вивера правильно жалеть нечего все таки блэхол уже как минимум дважды был использован аннигмы и оба раза удачный против тимбер сау почему бы не пойти уже реализовать дрим койл на вражеских героях во время как тимбер фармил и уже потерял 4 заряда бутстоуна вот так вот приобретя его совсем недавно не заметили уже как и восемь то стал да совсем будет печально если тимбера еще умудрятся забрать два раза и при этом никого в ответку не смогут забрать потому что практически тем самым отправит артефакт просто в никуда вот уже и не упрывается вместе к этому подходит эндзи спирит а так почему тимбер уйти на тимбер ченни но пока слишком поздно и вылезает уже висит на нем жук жук сбить то нечем пытается его захитить здесь мммм ммм мммм 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 просто он играет здесь свою роль пытается забрать нигму и за нигму бежит зомбачок зомбачок здесь сильно замедляет довольно таки и у них мы здесь с большущей проблемой тимбер на развороте вместе с своей командой отвечает по итогу минус 2 элит вулс начинает камбэчить потихонечку забрали его забрали и нигму ну и самое главное по вышкам то по вышкам начинает ввести элит вулс потому что снесли уже три внешних таверах по первой линии соответственно с этого рота т1 упали а вот элит вулс сами то потеряли лишь одну и самая прелестная начинает ввести уже т2 да конечно потеряли тимбер в очередной раз он потерял заряды но почти почти задефали т2 но с ней заряды тимбера это тоже уже хорошо а вот почему врывается все на эмберспирит 1 тоже непонятно могут быть проблемы у него здесь вязать сухие эксатрасты нужно было бы поржать сеточку но эдникмы откинув розочку конечно не позволит просто так преследовать элит вулс все таки и добираться то до своей базы тоже стоит не на лову хп конечно добивать то нечем элит вулс типа санстрайк или фуриона которые могли бы прилететь на край карты и помочь забрать тиммейта которого не добили допустим своего прокаста зато пока прокаста хватает на то чтобы забирать виверу того пока нету линьки нету монты дабы спасаться от салопака а наверное стоило бы уже копить на это потому что линька здесь это не особо и нужна да нужно спасаться будет от сетки и хексарасты в остальном же это все ауе прокаст и монта а еще лучше бкб здесь намного больше толку бы примешли ну потихонечку потихонечку литву начинает камбейдж на этой карте да я бы сказал даже захватывает преимущество да понотворство конечно это не особо видно но я так думаю по их спи тоже должно скором времени выразиться потому что до 4000 которые ввели медис клап и понотворство которые они вели почти свыше двух тысяч тихонечку тихонечку элит волос отыгрывать на творцом теперь продолжать лидировать но придачу и он не хуже подтянулся до касания смотрю приобрел уже до а blink dagger смог уйти возможно бы забатить смог бы на парочку способностей у команды элит волос но я бы не сказал что тут стоит использовать способности которые имеют большой кд от таких лишь это guardian angel у омни найта и наверное все таки змейки раст которые будут использоваться в основном на пуш я сомневаюсь что в файтах мы увидим их возможно для дефа но не более того ну а dream coil сами понимаете 65 секунд на 15 на 12 левле прокачки и на 17 уже будет лишь 60 поэтому dream coil это не тот ультимент который стоит жалеть в отличие от булкова да который хотелось бы пожалеть но 10 секунд cooldown с разрушительной мощностью конечно не сравнится так умнику конечно следовало бы сделать уже ты пау да он успевает сделать физики с этого не хватает не хватает чтобы забирать это умник но были очень близки и очень были близки иметь хватит ли кстати демжи здесь чтобы забрать эмбера спицы нет не особо хватает вот раз раз я пытался поставить змейки дабы забрать в соло эмбера но сеточка то в качественную на днёрочку и слишком долго держать под змейками это не удастся а вот санкинг здесь тоже явно уже не сможет уйти тем более что омник уже приобрел спирадик радик который способен достать в песке все таки санкинга да и самое главное блинкануться так же не позволит что ж готовы готовы давать дух холл энигма да должна 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 до вас припать прижимать худ тимбер сау но этого не хватает чтобы забрать эмбера потому что дух холл сразу же прерывает за счет юлы пак и это очень сильно здесь порешает потому что эмбер отсюда уже не уходит следовало будет тимберу конечно снять с жука но он преследует энигму и у него это может неплохо выйти да да преследует преследует энигму дает ему первый скилл и конечно энигму уже здесь не уйти пришли наказали с четыром уэрлинг деф прекрасно работает на толстых героях атрибуты воруют еще огого дай знать и уже никакого преимущества у мидисклаб токента не осталось уже и я боюсь это только середина пути для них потому что предметы вроде как имеется у всех кроме раста но раста сейчас со временем приобретет совсем немножко не хватает 10 голды до возможно одного из главных артефактов в данной игре для него это это блин дайгер да раста тратит очень много денег на ворды на смока но они решают они делают свою работу а блин дайгер как вы могли может догадаться позволит расти не только ставить в определенных местах ворды ни до куда он раньше не доставал но и конечно же цеплять и довольно таки неожиданно нападать ну как собственно сейчас возможно догонять спокойный станкинг который просто мгновенно развалился от пятерых героев но все таки проявлять проявлять долю сдержанности видосклаб стоит потому что блокхола нет еще 80 секунд и литвулс конечно этим пользоваться будут потому что без блокхола без своего прокаста видосклаб не кажется такой грозной силы как это можно было бы увидеть на первый взгляд вроде как температур на топе уже нагнетал довольно-таки долго на эту вышку но так он ее и все еще и не снес но в любом случае это остается последний внешний тавер для но в это чуть попозже потому что эмбер спирита здесь даже забрать опа пауза такая конечно не особо-то удачная но в любом случае имеется фьюл эмбер спириты и ему не сосать труда отсюда уйти просто мгновенно прожмет юл и улетит на свой ремнат в этом плане в этом плане пакер уже не особо-то и действует против эмбера нужно брать дополнительный сало да конечно имеется шэдо шаман который в этом плане может помочь и сыграть в роли сало или еще лучше просто контролю героя но все таки еще одно сало против эмбер спирита я так думаю не помешает да пока там испытывает небольшие неполадки мидосклаб и уже опять включается с эмбер, не успеваю я конечно сказать то о чем я хотел сказать сейчас, но будет время после игры вам рассказать о лутбет делать ставочки конечно там можно не только за деньги но и за предметы но собственно на своем примере я вам попозже об этом расскажу и покажу да так что те кто находится здесь на стриме вы я так думаю в этом плане тоже сможете записываться да подходит уже стадии игры мидгейм и уже сейчас файты будут довольно таки сильно решать потому что байбэки со временем придется командам оставлять и их способности придется распределять уже в нужное русло типа файта хотя бы 4 на 4 5 на 5 это конечно идеально но это по возможности но тверцы сейчас конечно буйствует в плане элит фуллс потому что и тимбер и омник и пак имеет очень и очень существенное конечно преимущественно над другими корами команды мидас клап но саппортом конечно не особо завидуешь хотя у раз самый главный блиндайгер появился нет конечно аркан или форстафов или каких-нибудь плащиков невидимость но это тоже того стоит все таки саппорт 5 позиции в первую очередь должен позволять команде видеть то что происходит на карте и помогать с гангами это фюрочи конечно покупки смоков а там уже глядишь и свою помощь предложить которую способна команды ну ладно не все таки не в плане предложить а в плане воспользоваться своей силой так 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 да на европе там остается еще один матч я так думаю следующий матч мы уже успеем подключить и показать на эту двору дабы больше зрителей пришло и было больше интереса как для меня так и для вас потому что когда я живой чатик это намного интереснее поэтому не сняйтесь пишите я с удовольствием вам отвечу и разбавить самым скажем так немного интереса в данной карте может какие то у вас интересные мыслишки есть которые позволят мне скажем так разбавить данную трансляцию да с каждой минуты у меня на это конечно становится все страшнее и страшнее уже появился у Бриндаггера а вот как так появится у него бессиллблейд потому что башер у него уже имеется то это уже будет машина для убийств который может справляться уже будет со временем и соло я боюсь так Тимбер по заметкам тоже собирается приобрести Бриндаггер вопрос нужный ли он ему потому что есть какого Тимберчейн но возможно он хочет добегать быстрее до проделанного в круга героев которых он даст опу что не может за счет Тимберчейна но вот такой происходит размен Сан Кинга на Расту саппорт он саппорт однако это саппортчер позиция а там саппорт пятой позиции и соответственно выигрыша определенным будут литвы конечно если бы там преимущество между ними и разница была бы существенной то определенно и Патерка был бы немножко иной да и что касается других героев то давайте выделим к вивер который так и не собрав себе ни ринку ни бкб ни монтуй и прикупился в дефузак ну и мы надеемся что вивер знает про тему что дефуза больше не позволяет себя снимать деба всякие дебафы и только теперь на вражеских героев он действует ну а вот что касается дефуза то он молодец уже прикупать себе четвертый факт это уже бкб соответственно сбить ему практически нечему ультимейт а это я самый главный для этого героя да был просто дал его в четырех пятерых и ему его не сбили какой-нибудь саппорт стоящий сзади да но вивер конечно далеко здесь заходят без вижена не видит фражки героев против пак и против фраз в которых имеется блин дайвер это определенно не лучшая идея за счетом того что пушится как одна сторона так и другая то командам явно стоит уже что то придумать может быть элит фулс и не особо то нужно что то придумать потому что двигается как одна линия так и другая в плане того что тут уже оставший лишь хайграунд но можно забрать рошана а от рошана путь не далекий то особо до хайграунда потому что рошан как бы самый за себя говорит у тебя есть айгерс да пожалуйста хайграф мы тебя в воде раз мы тебя убьем 2 ну или же попросту твои же движительные мы лететь не сможем и пожалуйста забирай вышки но не менее важные раз наконец-то добрался со своими змейками был т2 на топе на этой долгожданной вышке пытался набрать тимбер все это время но раз ты определенную это выполнить проще хохохохо что же это агрессивный умник конечно такими темпами может быть и коров начнет забирать соло саппортов то и однозначно заберет особенцы сколько он который себе транквилы пробьет ебаш а возможно уже и обессы потому что омник его приобретает сию минуту да конечно не скончаемый фар получает как одни команды так и другие но я бы не сказал что здесь не кричаем и кайф получает тимбер потому что за ним просто гонятся все просто вся лютая команда мидас клаб за ним летит и забирает его снимает очередные заряды бутсона остается их лишь 6 и при этом был стрим яку тони из трех убийц заработал им перспективе 575 голды и еще плюс парочку голды конечно отдаются тиммейт вместе с экспой а экспу прилично конечно дает тимбер то любом случае над ворс 7500 преимущества у элитву поэтому и не особо грозит какой-либо худший вариант который может может предположиться на данной карте но счет того что уже 34 минута и как бы не так или все таки пока не притронулись хайграунду им бы уже следовало бы к нему подобраться не знаю возможно ждут какого-то определенного артефакта возможно ждут момента чтобы зайти на рошан и его забрать но рошан то забирать нечего физики не хватает один омник здесь не справится а остальное это сплошь магия вот он вот он аганим который прилетит сейчас тимберу у него уже имеется 5 слотов из которых один конечно не полный то хуто это не пайп и ходом ты не поможешь команде но в любом случае он очень и очень действующий для тимбера и ой это конечно большущий проблем для спирита но умудрять ображать как-то он его так еще и уходит вот это да вот это конечно чудеса после обе суббота я подумал что все остало бака и воем раз здесь шансов просто нету но он играть против умудрять поражать все свои ремнанты и уйти жить до ремнантов конечно больше нет и их с них залететь именно с текущей демиджи магическую не получится а ведь все таки 3 ремнанта это дюйту демиджи но так или иначе элит фулс наконец-таки смогли забраться на хай граунд даже снесли по хп вышки ага вон что и мы тоже приобретать себе агоним вот это мне уже нравится да и не понимать что мид на из пульс в лейте это доля секунды которая может тебе не позволить прожать двух холлов с четверых пятерых которые могут уйти в 6 типа пака или же вовсе просто пленканулся форсафонс ну еще много вариантов каким образом можно уйти на землячей не том же поэтому агоним этот вопрос конечно решает мид на из пульс здесь попросту не понадобится прижимать что же очередные смока издается командами в этот раз первыми смока организовали мидосклаб но никого не нашли как собственно и не могут найти никого пока элит волкс не хотел бы конечно давать элит волкс т2 на топе все таки тавер то любой играет свою роль в плане того что вы можете прилететь на него можете поближе оказываться к репам вам не придется тратить время на то чтобы преодолеть расстояние ну и конечно это не будет скажем так причиной этого же виве сплит пушить и сносить вышечку ради денег и под вардом конечно находить и учить и вот так вот врывать в небес был голос погони без гонима успел сам он прочитывает пусть и это три плаки вот о чем я говорил это нигма которая решает соло просто после меня хотел поражать змеек и он умудрился их поражать но это кажется было последним что он сделал все минут папа на топе пока конечно умудряется за 5 игра но несколько он не смог помочь своим тиммейтам дабы скажу так забрать рошану может быть пока не помог забрать рошану он определенный помог его задефать хотя по итогу не будто я сказал уже с огонь его сбить попросту нечем вот попросту нечем дайся без суда из башни но ты скорее быстрее засосешься в этот блок холл чем сможешь его прописать ей остается верить только что и не поможет быть промахнется был холм всякой может быть или случайно скрипнуть его отменит или еще много довольно таки фактор в котором могут сыграть в этом плане да можно конечно форста хоть героев духовно это не особо может а вот форста пути нигму и там уже таким образом обесса блэйд сбить ей боков это тоже более прошел похоже на правду что ж 2113 потихоньку потихоньку команда стягивается к хай граундом друг друга притом по колесу хитпоинтов уже миддосклап опережает элитбулс да умудряется команда еще вывозить себе мидасы типа андаинга который сделал спины ну явно недавно мидас то что его не было его считали что игра затянется пока что так и есть можно фармить себе 6 слотов почему-то в америке любители по фарме числа топ из тоже заканчивать быстро игр когда у вас есть преимущество да я понимаю вам нужно ждать свой блок холла возможно даже рефрешер но все-таки ожидаемую нужную стараться ускорять игр и затягивать их на 60 с лишним минут который в америке да и бог станет меньше что он был готов лотар есть бакова есть огнем есть так ну терять курьера терять курьера в нем там был свиток на орчит а вот это очень важно и позволили виверу привести орчит и против пока или еще какого-либо героя типа тиммера это может очень сильно повлиять на спидпош визера с алексом почему-то отменяется боится он хотя там был всего лишь один уминает и вряд ли ему что-либо угрожал до 25 всего ничего остается парочку героем тимбер уже получил свой 25 лиза заветный ну а там следом и остальные герои потянутся возможно не смогут потянутся лишь саппорт или твус в этом-то и заключается конечно их проблем да вы этот бешеный фар конечно за счет видоса за счет просто нескончаемого фарма за 40 минут команды таким какими темпами введут графики по нуля брать как у пока появился этот хекс уже давно но я бы не сказал что он у вас мог реализовать на все то потому что не заполону лишь один раз но этот вивер слушайте этот и уж такой сборкой не хилл уже накидывает но диффуза ты не вечный остался 4 заряда со временем придется их обновлять ну у тебя здесь я уже не уйдет слишком очень большое количество магическую джону нету черный раз 4 чейна должен был уходить а так и репел и после момента умудряться на тимбер чайне уйти сюда тимбер стал а вот здесь анкинг явно явно стрелять с него просто все выжимается если у лотос но лотоса только 0 потому что я уже говорил что тут лишь раз ты способен зацепить себя лотосом да появился конечно хекс появился бису они могут отразиться но тогда надо очень сильно стараться давание отразились потому что пока это не случается и тимбер продолжать терять заряды остается их лишь 4 он у стоит просто отправлять купить новый это поможет быть более дешево и более полезно что ваш 44 минута команда конечно не особо то радует большим количеством фрагов всего лишь 22 14 но опять таки не будешь стараться фармить уже как и у тех как и у других light может перевернуть снуд на голову потому что любой файт который проиграет просто под 0 одна из команд могут эту игру запросто даже завершить такого опять-таки в байбеке пока никто не оставляет лишь у него есть у пока у раз ты но раз то явно что-то копит и в в себе оставлять он не собирается имеется у него уже и гел и арканы и блиндай ну по сути для саппорта от позиций хоть и 45 минут а это уже большой плюсик на башу вот так совершить собрать команд с обеих сторон и все-таки стал хорошо работает я так думаю обе команды об этом узнает раз уж покупает вот что уже вивера стала довольно таки просто может сняться на счет лотуса ну и с любого другого своего тиммейта что же дрожан остается 30 секунд это страшно уже будет сыром и команда которую заберет должна уже будет должна явно будет направляться на хайграунд я вполне не исключаю что это будет мейдосклаб тем более что тиммера все еще нету майбек у него не имеется и у него будет лишь 30 секунд еще за который надо успеть что-либо здесь сделать хотя бы вивер то можно пройти на хайграунд или вот так вот запросто забрать здесь баг который под блуторн попадает но его спокойно и выйдет все происходящее вот так вот потихонечку аккуратненько команда явно будут двигаться в этом же направлении на протяжении похоже все карты папа-апа-апа-апа а утомника защищаться то нечем но успевать уже его возможно же музыка это развод но самый главный книг выжил а то что не другого ордена венжела это сильно может повлиять на то чтобы да просто видосклаб просто пошли на рошан и все и пошли давить почему бы не все время как покупать теперь 4 до появилась посолась через на стол то минуту почему бы и не пребрестить эти факт довольно-таки сильные и конечно же вязать но нужно для этого конечно еще губки петер сами себе пак ложках руки пить так и с проказ на бедный тигр боюсь здесь очередной расстрял и уже нету неплохих вот под этой розочкой развалится просто мгновенно как собственно и раз то который не имел здесь шансов на наживание но проходит здесь бай бай потому что он да и здесь умирать в отличную косы но и но был еще лучше забирают здесь быстренько довольно таки дайга забираем здесь девочку с анкингом да ладно еще нику отролец также на верном итоге минус глухол минус 3 делают ведь вулс прицвет преследовать здесь эмир спирит и имперсона доказано еще жук и жук не позволяет ему спалено и без армора передвигаться в то время как еще и омника забрали да ладно кто же забрал неужели жук вот если бы остался живущий омник что ваш небольшая технической паузы господа ну раз пока команда ставит паузу то я так думаю можно воспользоваться данной паузой с пользой и немножечко вам рассказать про лутбет собственно вот такой сайт лутбет можете заходить не только за деньги ставить ставки на матчи на большое количество верни только на дота 2 можно и на кс ставить и даже на овервотч херстон и довольно таки большое другое скопление различных игр даже в вайнглори игра который по крайней мере я сегодня впервые услышал да ну надо только сожалению сейчас небольшое количество матч который можно поставить а вот что касается контре то я так думаю многие команды вы знаете и по силе и соответственно тоже более-менее уже можно понять соответственно ставочки довольно таки просто ставится давайте на примере доты поставим покажем вам например или например на примере тимрет и но туда и давайте покажем вот я так думаю во первых что не будем ставить на победу одного из команд предлагаю поставить на 10 фрагов людей что они первые получат вот собственно здесь ставите ставьте ставочка допустим 200 и сделать ставку все довольно таки просто и ставочка сделано и как так вы выиграете вы получите свой выигрыш на счет ну собственно как то так да но мы возвращаемся в игру я по звукам слышу что там но эти грамотные хекс используют где-то забрали кого-то это был раз-то на рошане пытался такой мазь 9 по аутам но его здесь нашли и забрали и забрали без перед вместе с вивером да сам узнал задержали ген теперь на слово у вивера конечно вражеский не прибежал он пак но пока по сути так бы не было слота поэтому я так понимаю кому-то выбросил его после покупки ну а это то у меня бешеный который вымыть ветки талантов и сток урону уже имеет 400 ну почти 4393 дамеджа с руки и 25 л с такими слотами это очень-очень злой у меня там сказал но опять таки если он пойдет от буквала буквы сбить нечем то вам большие проблемы будут все команды ритвовс они только уминает потому что явно уж блок он нибудь ни в одного героя на такой стадии игры потому что если у вас нету плохого то конечно же вы не пойдете трасс ну под ком же принципы действует команда мидосклаб да тот момент уже чуть ли не самый страшный у них вы появляется и рафрэш даже если него умирает то после как она может запросто использовать свой рафрэш и задать жару с двух у тебя упал вот тут либо похеха в ответ что поражался за счет лотосу было вот и не поврывать это уже будет укол но бкб как прожимать место зато может прожить рэш обыкопали второй раз не прожжал был бить ты уже в любом случае ничем и не гнуть в итоге даблки дышим на пол он найти и на тигры это не тащи раз практически мгновенную подмотку находится андайк но шанс 8 не уйти попросту нету в итоге еще и прожимает сверху вивер и запаса выбирает этого мидера пока который вроде как иметь их если догон и улы и беннагер вот должен быть неуязвим но не на сей раз так объявление зачем-то высвечиваются вроде как я убирал но это ничего страшного на 52 минут уже длится карта что касается байбеков то приходится их вытягивать потому что здесь я боже байбек и тимпер и пак вы сами как раз понимаете если забрать этих двух коров все на этом игра закончится потому что просто драться и давать будет нечем поэтому я бы сказал что медислав делают уже шаг вперед первое что неслись и т3 на топе и начинает хотя бы ломать уже реально ну как же как же видит и них бы своими клонами этого тимпера хотел бы я увидеть сколько и галонов 1 нику этому тимперу я так думаю тут половина артефактов как расти за счет галл да количество зарядов конечно сейчас на тимвере не особо то решает потому что он после байбек и быстро появится то это он не сможет да и тем более счет того что их только 4 вариантов тоже не особо то есть да начинается это конечно дикость он потому что эмбер тоже ем и это тоже собирать секс ну приобретает на лишний контроль конечно не будет контролит себя хорошо особенно когда и он в большом количестве и не нужно надеяться только на блок холл четки вивер и эмбер вдвоем на пару смогут здесь сольные фраги оформлять просто пальчиком щелкнет крис кайлы эти все сгем америка куал на ума воде вы и фью хир так интересным кого еще нету 6 слотов на это придем на дарик еще вместо минаса и нетусящий крысов у антайнга и по итогу я бы сказал это два стоянных слота на антайнге данного парк с этим талантом бешеным конечно март артефакт себе просто пальцем в небо тыкни и золото посыпать вы меры фрэшер хекс догон пил от игры пропала тут можно творить просто грязь полнейшую грязь тем самым форме слова фраги но опять-таки на комнате емочки да можно на санкинки возможно оставили же попросту не взять потому что они имеют больше двух тысяч хит-поинтов как сути сангейм почти 1900 а ну этот омник который ух какой страшный еще и удар у него 06 секунду каждый время что нужно быть осторожней с этим героем если позволить ему он бить с руки то боюсь тоже сможете отъехать видишь со временем как он доедал появится а там уже и больше проблем будет у склад однако нападают здесь на тигры но и берсова пока с ними справиться не может маги не хватает пробивает с физики тоже явно тигры не получится да и с учетом его армора уже это пока без вас так но армора у него уже 31 регенерации сорта без армора пятки на битву но против такого тигра ничего не поделаешь вот он вот он он не который идет давит но сколько здесь и дал он сколько же их и сколько же фарма дает книгу да я в общем молчу сколько вначале не выдавала тимберу я боюсь парочку таких идолонов и помник обгонит эту тигры появился рошан и варда то здесь нет варда здесь не имеет вид волос и это шанс для виды склад определенный шанс да уже зашли на рошан и в разрывать вот бутон новинки быстро страховки есть санкинг и остальные тиммейт ник мы такой вовсе ватали да у них вы почти уже готов дарин он нужен байбэк это верно а эмбер приобрел тем временем сми вторая корвала и по-моему уже имеет шесть лотов может быть хотя что-то тут и можно было бы поменять но пока непонятно что и цемочка то ремочка тоже приближается своей заветной цели это бкб и сесть пока бои синглимер скейп тонн ты практически находишься в неуязвимости и тебе сбить ультимейт мало того что нечем ты еще и завалить их можешь тогда я затянутая игра в американских валах в американских мирах в целом вот такой вы торги вам раньше мы привыкли видеть в китае с каждой игры затянуты очень долгие но я вот такой счастливчик подавленный игр в америке я люблю конечно ли мы игр когда они очень интересны но не ночью ночью все-таки хочется увидеть очень качественную быстренькую хороший дот и не для этого дома долгий таким темпами раз имеется уже аегис у вивера то почему к не затем хайграунд и начать ломать хотя бы в сторону хотя бы не добавить темперу который пытается отвечать но будто разнимается запросто за счет лотуса а вот в ответочку еще раз можно снять конечно может когда из команди еще не будут на даньки сколько вы хиксов не взяли тимбера ничего ему вы сделать толком то и не сможете господа пытается пытается с двух сторон завести крипов мидас клап но получится ли на данный момент я сказал что пытаюсь пытается на вид эмоциональную и просто взорвать 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 этого тимбера следовало что сделать который не давал официально можно смирить да подожди пока запрещено прикол это зверное решение и словом из потери этот файт заканчивается и я бы сказал что здесь кто-то что-либо использовал дорогого может а использовал дрюков пак но 40 секунд подождать это не 200 секунд не сто десятый день до вивер конечно зашел здесь особо думано но забрать казарму здесь не смог ну и конечно хорошо что не петербург если на чем прибыла проблему у него тоже на очередной паузы ставится командами к сожалению еще и конечно эти паузы тоже не славы решает у Что ж. Что, 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 что интересные команды, команды могут еще приготовить. Ну давайте пока подумаем. Наступила 60-ая минута. Даже прошла уже. 32.19 Миндос Клап ведут. В байбеке имеются с обеих сторон по 4, я бы сказал, даже 5 уже сейчас появится в байбеку раст. И что вы думаете? Да, если распределить грант недослабым блокхолл, то можно удалиться сейчас, здесь блокхолл очень хороший, развалить всех. И после байбеков развалить еще раз старый Миндос Клап после рефрешера. Получится или нет, это, конечно, хороший вопрос, получится ли у какой-либо команд Заработать первое очко на этих квалификациях. Заработать первое очко на этих квалификациях. Заработать первое очко на этих квалификациях. По графику, да, 12.500 у Миндосов. Что не скажешь, как сперлишь 5. Почему бы не попробовать зайти по нижней стороне? Да, конечно, здесь казармы, здесь хотелось бы зайти в первую очередь, но... Почему бы не растянуть фронт? Почему бы не растянуть фронт? Так, 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 так. Уже начинается файл. Ну, нет, пока Виберс носит казарму. У него все еще здесь 100 ебис. Попадает под лот сорб, но... Все сказали мы снова ушли. Серьезно. Не уши никому не поцепить. На боте также вышка уже покоться на приличную. У Виберска тоже начинает уже врываться, тоже прикупился педагон. Ну, пока... Серьезно. 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 Да, вот так это все дела, когда саппорты стараются фармить, пытаются что-то вывести растет ворды. В то время, как какой-нибудь хердлайнер типа Тимбера пытается задать один в базу. Очень-очень близкий был в плане того, чтобы им разобрать и прожать на него без лбэк, но не на все раз. тупо холлой твои степил и на это и раз и и срочно след так нам надеюсь дать вот тут ставится там банк потенен на таких санки все еще не дать вот здесь центр на я боюсь и не по нас может он дать умирает и минус 2 что-то можем минус 3 сделать то время как еще и без пирте при пуши забирать казарму на топе и приходили дай бы красть то кто-то кто-то из сторону попутов пока очень правильное решение потому что пока умирает новость еще не дайдак а вот теперь тендер если еще и стендер это вообще бюджет но пока сама вам выходит проживает бкб приходит пашечку чей уходит в то что время ember сынёс когда мы были лишние и увеличил размер как почку на верхней линии не смогли не смогли для терпеть все-таки элит пусть начать четвертой минуте пришлось сдаться потому что померли посадок и омник и роста и все-таки саппорт и перефармили я бы сказал других саппорт ну и конечно эти блокхоллы эта энигма она очень сильно зарешала в тот момент когда у тебя остается ласт пик и ты видишь что герои которые против тебя просто не позволят тебе сбить этот блокхолл ты просто не паришься берешь энигму и идешь разносишь лица что собственно говоря и сделали элит на элит хвостах мид клапы элит что ж на следующая карта